Представители знака Зодиака Телец, Тельцы мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп, неделя с 6 по 12 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так думаю, если мы переложим метафору карт, добавим нашу интуицию, то, скорее всего, какой-то вопрос мы сможем, словно на пару шагов вперед, просчитать, может быть. Или предвидеть, как будет развиваться та или иная ситуация или какие-то события. Давайте мы с вами узнаем. Неделя не такой большой срок, но, тем не менее, первая карта у нас будет важное событие. Что наиболее актуально для вас, Тельцы, будет на неделе? Итак, важное событие. Неожиданное событие или неожиданности. Что может помешать или чему сейчас не время? А что будет помогать или что нас будет радовать? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, посмотрим. В целом энергетику. Какова неделя по финансам, по заработкам, может быть. Давайте мы достанем, что в личной жизни. И карта совет. Давайте будем смотреть. Важное событие. Не включайтесь в те вопросы, которые как будто не нужно. Сохраняйте критическое мышление и девятка жезлов в колоде. Второй иллюминатов – это карта великой мощи. То есть вы сами в ресурсном более чем состоянии. Но вот эту силу или свою какую-то позицию по тем или иным вопросам, или, может быть, само по себе ваше благополучие, оно не должно быть подвергнуто риску. Здесь как будто существуют два момента, которым, точнее, мы должны уделить внимание. Первое – если нам что-то угрожает, тогда, понятно, нужно действовать. И второй момент – когда что-то действительно нужно развивать, продолжать или прикладывать куда-то усилия, и вы уже точно знаете. И это для меня уже прогресс. То есть будет продолжение какое-то, будет развитие. Или мы говорим, есть смысл, во всех остальных ситуациях мы как будто не участвуем. Вы сами у себя и ваше благополучие – это будет как важное событие. Может быть, вам и придется удерживать какие-то ваши позиции, чтобы какая-то история не соскользнула в минус. Такое тоже может быть. И значит, тогда силы будут направлены туда. А может быть, люди меня смотрят из разных стран, и где-то обстановка будет на вас влиять. Может быть, обстоятельства, иногда бывают обстоятельства непреодолимой силы. Значит, тоже не мешкая, нужно как-то реагировать. И у каждого здесь просто по-своему своя ситуация. Давайте неожиданности посмотрим. Больше на сохранение. Вот все то, что я говорила. Карта жадины. Но это карта, когда нет неожиданностей. Может быть, они, если есть, ну, ваше благополучие, ну, ничто не в силах как-то сдвинуть, да, или изменить. Вы очень здраво видите, что есть на самом деле. Видимо, обладаете достаточным количеством критического мышления, чтобы правильно оценить обстановку. Не рисковать собой, не рисковать финансами. Вот именно все сохранять. Не выносить кому-то вердикты. Мы тут не спорим ни с кем, никому ничего не доказываем. Мы просто занимаемся своим делом. Но это карта якоря, это карта уверенности. Вот все то, что, мои дорогие тельцы, улучшает, увеличивает вашу уверенность, вашу стабильность, ваши финансы, ваше положение в обществе. Вот туда должны быть направлены ваши усилия. И все. И как будто ничего. Вот вы сами. От начала до конца. Чему сейчас не время? Давайте мы посмотрим. Нет ничего, чему бы не было время. Вы все сами знаете. Посмотрите, у нас идет сначала девятка жезлов, мы сказали. Потом вот четверка Пентакли и королева Пентакли. Это карта ваш, сигнификатор. Время вашим идеям. Время вам самим. У кого-то, может быть, уделить внимание вопросам здоровья. Потому что для королевы Пентакли важны, вот допустим, ее имидж. Поэтому имиджу тоже самое время уделить. А имидж, как ни крути, это здоровье. В плане профилактики. Правда, может у кого-то вот с этой осенней хандрой, похожу-ка я в бассейн. Или на какую-нибудь таласотерапию. Или что-нибудь такое придумаю, чтобы мне действительно чувствовать себя бодрее. Или какая-либо еще, может быть, процедура. Поэтому улучшаем внешний вид. Это тоже для вас и как для королевы Пентакли имеет значение. Для кого-то решение материальных вопросов. У кого-то вопросы, связанные с жильем. Потому что, ну, абсолютно любая составляющая в плане нашего благополучия, все важно по королеве Пентакли. И чему сейчас не время? Не время для риска. А вот вам самим самое время. Что нам будет помогать? Деньги. Или решение вопросов, связанных с деньгами, может быть, банками, какими-то судами. У кого-то закрытие кредитов. У кого-то, может быть, наоборот, на повестке дня получить ипотечный кредит. Или, в принципе, заработать деньги. Одна из лучших карт в колоде на деньги на работу. На какое-то свое творчество, продолжение чего-то. Или по этой карте есть еще, что будет помогать. Кто-то к нам приходит на помощь. Может быть, ваш супруг, супруга. Или когда деньги приходят из двух источников. Вот такое тоже может быть. Но эта карта говорит, что нам помогает, когда мы никому деньги не даем взаймы. Не предусматривает эта карта одолжать деньги. И она нам говорит, помни, рука дающего завтра превратится в руку просящего. А руки как раз-таки и тянутся. Все то, что я сказала с самого начала. На сохранение своих планов, своих позиций, своих амбиций. На самого себя. Вы в фокусе внимания. Что скрыто? Тост мечей. Мы хотим решить какой-то вопрос, вы, мои дорогие тельцы. Я называю эту карту «Выход из лабиринта». То есть, что такое условно, конечно, аллегорический лабиринт. Это есть, видимо, какая-то тема у каждого своя. Которая отчасти запутана или долго тянется. И непонятно, что там с этим делать, да. Может быть, разные варианты развития событий уже за какой-то период произошли. А вот как будто восыны не там. Вот вы не можете найти решение по какому-то вопросу. Или, может быть, это будет связано с конкретным человеком. Но тоже вот что-то как будто нужно найти, что-то предпринять вы можете чувствовать. Как-то прояснить даже хочется какую-то обстановку или ситуацию, или отношения. И вот этот скрыт он пока, выход из лабиринта. Мы можем, ну, где-то предполагать, но сказать, что мы его найдем на этой неделе, я с точкой не могу. Для кого-то будет, знаете, может быть, занимаясь вопросами, которые касаются вот лично вас, да. Вот все то, что я сказала. Вы через какой-то материализм и придете к решению. Вполне вероятно, что вопросы через ваше благополучие, когда вы не хотите рисковать и нельзя как будто, это тоже будет где-то означать принятие какого-то важного решения. Вот самого себя, свои планы, повторюсь, так и, ну, буквально детали какие-то своей жизни, которые в целом сохраняют ваше или создают изобилие, процветание. Вот это должно развиваться в плюс. И все то, что вас подвордит к какому-то риску, оно должно быть исключено. Может быть, для кого-то и будет это означать какое-то саламонное решение, или вот этот самый выход из лабиринта. Но я так думаю, это не для всех. Какая-то ситуация, это все-таки, что скрыто. Вот как будто еще что-то до конца, ну, не прояснилось. Не могу сказать, что на этой неделе для большинства, мои дорогие телецы, это прояснится. Давайте мы посмотрим. Дела, работу, бизнес. Прогресс, мои дорогие. Хотя вот кто знает, вот теперь эту карту достала. И могу сказать, что да, мы найдем выход из лабиринта. Например, вопросы работы какие-то. Это карта заслуженного успеха. Тут успех как раз нам приходит, когда хватает силы и мужества двигаться вперед. Даже если обстановка какая-то турбулентная. Карта ведь сама темноватая. А великолепный, шикарный, просто смысл он нанесет. Заслуженного успеха. Словно про вас. Вы люди деятельные. Вы не ждете манны с неба. Вы как раз на результат своих действий чаще всего надеетесь. И здесь как будто успех. Любые вопросы. Хоть согласование документов. Хоть подписание контрактов, соглашений. Оформление вопросов в банках. Но абсолютно все. Дорогу осилит идущий. И в конце ждет успех. Но это не совсем тот успех, который прямо на этой неделе. Но вы, мои дорогие тельцы, занимаясь каким-то конкретным делом, вы словно, знаете, отчасти интуитивно. И есть такое выражение. Отчасти, да, я нюхом чую, как будто где будут деньги. Или каким образом увеличить свое благополучие. Вот что-то подобное может у вас проиграться по вопросам. Да любым. Которые так или иначе будут сопряжены с вашим благополучием, изобилием, процветанием, продвижением ваших планов, чистолюбивых или каких-то амбиций. Или для кого-то из вас переезд, смена жилья. Может быть, продажа-покупка какая-то, да, как оформление. Такое тоже может быть. И тогда вот этот вот, если мы рассматриваем выход из лабиринта как направление, да, нам вот как раз карта и показывает направление. У меня как раз достает или хватает сил двигаться вперед и оставить какой-то прошлый берег, да. Видите, как будто у нас девушка плывет на ладье, на лодке. Она даже не оглядывается назад. Поэтому мужество в чем-то для нас будет играть в плюс и открывать одновременно новые перспективы. Поэтому для кого-то проиграется окончательное решение. Что у нас по финансам? Хотя тут нам все сказали. Туз кубков, да. Вот все, что я говорила, карта подытоживает, туз кубков. Это не только, когда мы деньгами остаемся довольны. Какая-то есть история, может быть, деньги вашего партнера, да, или какие-то подарки, или, знаете, какой-то прогресс. Ваша популярность, может быть, по шестерке мечей тоже идет популярность. Популярность посредством интернет. Когда мы даже должны как будто о себе заявить рост вашей экспертности вот как специалиста или построение карьеры. Ну, что-то очень значимо хорошее на этой неделе, но благодаря приложенным вам усилиям, с одной стороны, и вот этой позиции жадиной, с другой стороны. Вот это вот все важно. Как будто сохраняю, но иду вперед. Я не рискую, но прикладываю усилия. Вот как-то так, мои дорогие. И вот он туз кубков. Это ведь баланс. Пусть у нас позиция на финансы, но туз кубков. Это баланс по всем сферам жизни. Шикарно. Личная жизнь. Королева Жезлов. Королева Жезлов всегда на своей волне. Она никому не рассказывает о своих планах. Она умеет хранить секреты, как свои, так и чужие. И вам вот все то же самое советует королева Жезлов. Для нас, видимо, будет, для вас, мои дорогие тельцы, будет важно, ну, где-то наперед не говорить. Может быть, вам и будут задавать вопросы. А собираешься ты переезжать? Или а что у тебя с ним в отношениях? Или каковы твои дальнейшие планы по развитию бизнеса? Или что ты думаешь предпринять, допустим, в последующем? Останешься ты на дальнем месте работы или нет? Ну, вот разного толка и разного рода могут быть наводящие вопросы. А карта нам говорит молчи. Удача и успех. Любит тишину. Могут украсть как идею, если мы проболтаемся. Или где-то, пытаясь предвосхитить события, мы словно себя, ну, так, знаете, обесточим, обесценим кто-то. То есть вот сказанное нами слово может посеять, к примеру, зависть. Такое вот по карте есть. Почему нам говорят храни молчание, дабы не увеличивать тех, которые могут позавидовать. Ваша вообще персона находится в центре внимания, мои дорогие тельцы. Поэтому информация какая-то от вас не должна ускользнуть. Ведь нам с самого начала девятка жезлов о самосохранении говорит. Поэтому я не могу сказать, что на любовные отношения у нас выпадает королева жезлов. И это будет означать, ну, какую-то любовь. Хотя для кого-то может быть и встреча с таким человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овин, лев, стрелец, может быть, или имеет асцендент. Но для большинства это какая-то ваша, как бизнес-план или какая-то ваша задумка. У нас рядом туз кубков, поэтому для тех, кто в паре, видимо, или у кого есть отношения, какие-то знакомства развиваются, вот тут, скорее всего, что-то удивительно хорошее может произойти. Но сказать, что произойдет новое знакомство, и оно как-то будет перспективно, честно говоря, я не могу. Все же больше королева жезлов это дело работы, бизнес и деньги. Вот там, в этих сферах, она удачлива. Давайте совет. Ну, правда, может быть, и проиграется у кого-то знакомство, потому что четверка жезлов – это карта праздника, праздник после победы. И у нас в этой колоде у нас указана семья, как будто не один и одна. Но кто знает, может быть, и правда. Судьба нас может словно застать, хоть в очереди за хлебом. Да, бывает такое, это не правило, но иногда такое срабатывает, случается вполне вероятно. Но больше карта нам, опять же, четверка. Это карта якоря, карта уверенности, когда у нас все под контролем. Поэтому карта говорит, как и не рискуй собой, так и есть возможность построить, как будто совершенно иное качество жизни. За одну неделю, словно сделав что-то нужно, важное для себя, совершить своего рода сквантовый скачок, когда пойдет ваш прогресс, мои дорогие тельцы, намного быстрее, словно что-то ускорится, придет в движение. Новые возможности какие-то начнут появляться. Или какой-то вопрос вы действительно сумеете решить, вот как вот найдете выход из этого лабиринта. Или какая-то ситуация, может быть, для вас все-таки, которая была словно в тайне, за кулисами, она здесь будет более прояснена. Сказать, до конца ли это будет прояснено, все-таки я не могу. Шестерка мечей – это продолжение чего-то. И карта нам говорит, продолжение следует. Успех, да, тебя ждет, но нет ни одной карты итога. Поэтому, ну вот по нарастающей, как будто вы определенно набираете темп. Как и в личной жизни есть такая возможность. Безусловно, в самовыражении успех, дела, работа, бизнес, так и в финансах нечего добавить. Поэтому вы в центре внимания. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.